И всем привет, ребят, с вами с Воронкой, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговору и тематике, и сегодня мы возвращаемся к нашему замечательному киберспортивному Танкофанду. Сегодня прошло, ну, грубо говоря, полтора дня с момента его возвращения. Вчера у нас, когда всё только стартовало, в Танкофанде было 9 миллионов, на сегодняшний момент времени вы видите 35, просто 35. Когда у нас за последний уровень было всего лишь 20 дополнительных наград и 20 миллионов, а тут уже цифра практически в два раза больше. Что-то безумное произошло с этим Танкофандом, и сегодня я постараюсь ответить на все часто задаваемые вопросы, которые появились за последнее время, а именно за вчерашний день, когда этот Танкофонд начал столь жёстко расти. Большое количество игроков, кто-то не знает, что нужно покупать, кто-то не знает, когда закончится, а кто-то просто офигевает от того, насколько большое количество в этом Танкофанде, и говорит о том, что, возможно, это какая-то ошибка, возможно, это какой-то баг, может быть, что-то неправильно растёт. Но я сразу скажу, что 100% здесь всё чисто, и здесь нету никаких абсолютно ошибок. Всё целиком и полностью связано с огромнейшей компенсацией, которая была выдана всем абсолютно игрокам и всем аккаунтам, ну и именно из-за этого связан столь большой и огромный рост. Когда же закончится наш Танкофонд? Этот вопрос тоже задаётся очень часто, и когда будут выдано призы. И окончание Танкофонда будет не в те даты, которые написаны здесь. Здесь этот таймер не обновлялся. А в связи с тем, что у нас в нашей игре как раз-таки произошли внеплановые изменения, игра не работала, у нас этот Танкофонд продлён, и он продлится до 27-го числа. Когда будут выданы призы, они будут выданы призы только после окончания этого Танкофонда. Когда именно, информации нету пока что, по крайней мере, я её не видел. Если вы вдруг её видели, то можете написать её в комментариях, но пока информации нет. Но это будет точно после окончания Танкофонда, то есть после 27-го числа. Быть может, в последних числах этого года, а быть может, даже в начале следующего. Но я надеюсь, что, наверное, в конце этого года уже вся информация у нас по этому поводу будет, и все награды будут начислены. Если вы вдруг ещё не поучаствовали в Танкофонде, что вам нужно сделать? Всё, что вам нужно сделать, это приобрести вот такое вот спецпредложение, которое есть у вас в магазине, в гараже, которое включает в себя 300 каждых припасов и одну ядерную энергию. В магазине эта спецушка стоит 990 Танкоинов. Поэтому, если вы ещё до сих пор её не приобрели, приобретаете её. И если вы приобрели хотя бы одну спецуху, а именно вот, например, такую, то каждый вот этот вот приз, каждый приз из этой цепочки 100% вы получаете на свой аккаунт. Ну а что же вот это за Танкоины и что за количество победителей? Это не количество победителей, которые получат вот эти вот награды. Эти награды получают абсолютно все победители. А вот это количество победителей, на которых распределится вот этот вот фонд Танкоиновый, 35 миллионов, на 4381 Танкиста, либо на 4381 аккаунт. Это всё дело будет расти. И с каждым, получается, 8000, с каждой 8000 в фонде количество победителей розыгрыша увеличивается на 1. То есть, у вас в теории есть ещё дополнительный шанс, но далеко не факт, что вы выиграете, но есть шанс выиграть ещё дополнительный фонд. Это вот 4000 победителей по 8, нет, не по 8, по 7 с копейками тысяч Танкоинов. Да, то есть, у вас есть возможность ещё и кэшбэкнуться и выиграть дополнительные Танкоины. Но, в любом случае, даже несмотря на эти Танкоины, получить все эти 20 наград за 1000 Танкоинов, это уже очень и очень круто. Ну, а если вам ещё и повезёт, и вы сверху получите ещё, например, на свой аккаунт 7000 Танкоинов с копейками, то это будет просто великолепно. Я не знаю, насколько большой Танкофонд мы можем на сегодняшний момент времени прогнозировать, потому что времени ещё очень много. И в теории у нас есть шансы сделать даже 50, даже 50 миллионов, если Танкофонд будет расти примерно такими же темпами, как он растёт на сегодняшний момент времени. Но, по сути, всё будет зависеть от ближайших пару-тройку дней. Да, они самые активные и самые большие по вкладу будут, это точно. Ну, и понятное дело, что уже Танкофонд не будет расти на такие безумные цифры, на которые, например, он рос вчера. Да, вчера это было просто какое-то безумие. И таких цифр я никогда в своей жизни не видел. И, ну, я, наверное, немножечко даже в шоке от того, что произошло. И поэтому, наверное, и родилось столь большое количество вопросов. Потому что, когда игроки видят такие безумные цифры, которые раньше даже, ну, не заинтересованы были в этих киберспортивных Танкофондах, они начинают узнавать, спрашивать, задавать вопросы. Поэтому в этом плане я надеюсь на то, что все самые часто задаваемые вопросы по поводу Танкофонда я ответил. Поэтому я могу лишь прогнозировать, ну, как можно больше, да. Хотелось бы увидеть вообще максимальный рекорд. И это точно тот Танкофонд, который заставит разработчиков в следующий раз сделать еще больше уровней. Потому что если у нас в предыдущем Танкофонде набралось 18 миллионов и при этом у нас было 15 уровней, то на сегодняшний момент времени у нас 35 миллионов в Танкофонде. И было всего лишь 20 уровней, да. Кто-то говорит о том, что, а может быть, появятся сейчас новые уровни, да. То есть добавят дополнительные, но нет. Дополнительных никаких уровней 100% не будет, потому что в прошлый раз их никто не добавлял. В этот раз, я думаю, что тоже ничего абсолютно в этом плане не поменяется и новых никаких уровней у нас не будет. Но в связи с тем, что в скором времени, ну, можно так сказать, да, этот Танкофон будет уже подходить к своему логическому завершению, хоть и у нас еще до конца его остается 2 недели. Но я знаю, что потихонечку-потихонечку эти устройства из Танкофонда должны выдаваться нам, ютуберам, на тест, на обзор. И у меня есть вопрос к вам. Какое устройство вы бы хотели увидеть первым на обзоре, да, что бы вы хотели, чтобы я протестировал в первую очередь, потому что я надеюсь, что, возможно, уже на следующей неделе появится эта возможность теста. Ну, если вам это было бы интересно, то обязательно поддержите данный видос лайком, ну и напишите в комментариях, какое именно устройство вы бы хотели бы увидеть в первую очередь на обзоре, потому что, по сути, у нас есть как минимум 4, даже 5, даже 6, даже 6 устройств, которые на сегодняшний момент времени у нас в игре не имеются. Да, то есть их все можно полноценно протестировать. Поэтому как-то так. Вроде как я все, что хотел, сказал. Будем следить за дальнейшим ростом этого замечательного Танкофонда. Уже сейчас это выглядит супер безумно. И посмотрим, до каких цифр по итогу все это дело дойдет. Обязательно поддерживайте данный видос лайком, если вам понравилось. Если вы ждете окончания этого Танкофонда, ну и ждете обзора этих устройств, потому что, ну, я считаю, что уже скоро эта возможность может появиться у нас. Также, конечно же, не забывайте подписываться на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну и не забывайте про текст создателя контента, который находится в настройках игры, в аккаунте, кему личный тег это Тектин П. Устанавливайте его, поддерживайте меня. И участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч Танкоинов. Вся информация по розыгрышу есть в описании. Ну а у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok